Продукты Престижа не первый раз попадают мне в руки, и я уже как-то привыкла к ним, сроднилась, что ли. Для меня это устройство с отличным соотношением цена-производительность, постоянным чехольчиком в комплекте, но без особых дизайнерских изысков. Ну что это за металлический симпатяшка у меня в руках? Ну да тут сзади все написано. Престижа мультипад 7.0 ультра дуо, PMP5870C, герб, все написали. Ура, меня взяли в обзор. И у меня возникает вопрос, Престижа, ты просто красивый или еще и умный? Что ж, вот она задача на ближайшие 6 минут. И как я только что говорила, выглядит ультра дуо очень симпатично. Торцы и задняя часть представляют собой железную ванночку со скругленными гранями. Выкрашена она в очень интересный цвет, и в зависимости от освещения и угла зрения, может быть и серый, и синий, и даже практически черный. В общем, дорого, все как я люблю, но кроме этого еще и практичные, отпечатки пальцев слабо заметны, а за три тестовых недели не появилось ни одной царапинки. Ну, как вы можете сейчас наблюдать, я, мисс Дырявые пальцы, выронила бедный планшет. И теперь у нас на торцах, на всех торцах, практически царапки. Ну, в общем, обновила. На ощупь покрытие напоминает таковое в iPad mini, но в Престиже учли ошибки яблочной компании, и острые торцы вокруг экрана не красили, а отполировали, дабы нечему было облазить. Ну, блин, мне показалось, или я действительно только что сравнила Apple и Престиже? Фейл, фейл, фейл. Ну и, конечно же, в комплект входит чехольчик, так что, скажем, царапкам твердое нет. Весит 58,70 по заявлению производителя, как и iPad, 305 граммов, но наше контрольное взвешивание показало 326. А вот небольшая толщина в 9 миллиметров, это все правда да. Из дырочек-кнопочек стоит отметить наличие micro HDMI выхода, не очень удобно расположенную кнопку включения питания и динамик, который, несмотря на двойную решеточку, звучит достаточно тихо. Да и при игре и просмотре фильма его легко прикрыть рукой, что, понятное дело, громкости ему не добавит. Но, судя по отзывам на сайте, эту проблему можно решить кое-каким сторонним ПО. Проблем с приемом Wi-Fi, как у многих китайских планшетов в металлическом корпусе, не наблюдалось. Уровень сигнала был нерекордный, но ловило по всей квартире и интернет работал стабильно. Всю переднюю панель занимает 7-дюймовый IPS-экран с разрешением 1280 на 800 точек. PPI 216, благодаря чему отдельные пиксели практически незаметны. С отличными углами обзора, которые дадут фору некоторым устройствам в 2-3 раза дороже. Контрастность субъективно неплоха. Хороший запас яркости, правда, без возможности регулировать ее автоматически. На минимуме яркость, кстати, тоже вполне комфортна для чтения в темноте. Прикрыт дисплей защитным пластиком, но это какой-то особый пластик с маркировкой «Мечта дактилоскопической экспертизы». Хотя постукивание ногтями показали, что, возможно, это и защитное стекло. С него очень и очень сложно оттереть отпечатки пальцев. И поэтому я впервые в истории обзоров рекомендую приобрести пленку с олеофобным покрытием. Экран сохраните для потомков, да и палец будет поприятнее скользить. Унутри у него двухъядерный ROG-чип RK3066, работающий на частоте 1,6 ГГц. Один гиг оперативный и 8 гигов встроенной памяти. Приложения и игры на карту памяти поставить нельзя. Но в качестве небольшой компенсации в комплект входит OTG-кабель, к которому вы сможете подключить USB-флешки или, скажем, клавиатуру. Графическое ядро Mali 400 MP4 – это хорошо известное и проверенное временем решение. И пусть оно не самое производительное, зато абсолютно все игры под него оптимизируются. И Real Racing 3, пусть местами немного и подтормаживал, разрешение ведь достаточно высокое, зато шел на максимальных настройках графики с облачками и отражениями. Все остальные игры, как интерфейс, работали плавно и без подтормаживаний. Full HD видео воспроизводится без притормаживаний, с учетом наличия micro HDMI это особо круто. Греется планшет очень умеренно. Кстати, 5870 – первое устройство, которое в тесте Antutu X, направленном на борьбу с подб***кой результатов, набрало больше баллов, чем в обычной версии этого приложения. У Престижа все по-честному, ну кроме веса. Аккумулятор очень приличный на 4000 мАч. И тут производитель поскромничал, заявив время воспроизведения видео всего 3 часа. У нас получилось 4 часа HD видео по Wi-Fi с YouTube. И 6 часов обычной работы с меню, браузером и прочим. Неплохо. Android версии 4.1.1. Оболочка без каких-либо доработок. Но тут Престижа немного дали маху. Операционка совершенно не хочет использовать все пространство экрана. В меню настроек слева и справа расположены широченные рамки, заполненные чернотой. На рабочем столе активная область также сосредоточена посередине. Добавьте к этому небольшой экран и достаточно высокое разрешение. И на выходе получим очень мелкие элементы управления. Шрифты, которые даже при выборе опций огромные, все равно остаются достаточно мелкими. Но проблему с иконками и шрифтами можно решить, установив один из тысячи кастомных лаунчеров. В которых можно и поля отрегулировать, и количество иконок, и их размер. А вот меню настроек останется заточенным под блохой. Камер в устройстве 2 штуки. На 2 и на 0,3 мегапикселя. На их качестве особо останавливаться не будем, так как они в любом случае предназначены для видеосвязи и с этой задачей справляются. Скорее всего. Так как в нашем тестовом экземпляре приложение камера так и не запустилось. Что ж, какой будет ответ на главный вопрос Престижо и всего такого? 42? Но с небольшим комментарием. Так и не растеряв своих преимуществ в виде хорошей аппаратной части и привлекательной цены, Престижо добавили еще и отличную внешность. А что до мелких софтверных недоработок, то, во-первых, у кого их нет, во-вторых, цена, В-третьих, большинство из них вы сможете исправить сами. Ну и в-четвертых, можете поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и рассказать о нас друзьям во всяких там сеточках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!